Анна Васильевна много повидала на своем веку. Жизнь ее не баловала. Война, раскулачивание, потеря близких, затем снова война, ожидание мужа с фронта и работа в госпитале. Все годы Великой Отечественной Анна Дремова выхаживала раненых. Муж вернулся инвалидом, но, несмотря ни на что, в семье появилось пятеро детей. В свои 102 года она бабушка 11 внуков и 12 правнуков. Анна Васильевна гордится тем, что выросли все самостоятельными и уверенными в себе. В благодарность за самоотдачу дети с любовью и заботой оберегают маму как могут. Контролируют уровень сахара, холестерина, следят за давлением, регулярно обследуют, твердо соблюдают режим дня. Выпьем и спинку, как мы гимнастику делаем, ровненько спинку держим. На традиционный вопрос о секрете долголетия ответа Анна Васильевна так и не нашла. Дети считают, что все дело в ее доброжелательности и оптимизме. Она и сегодня любит пошутить и посмеяться. Очень любит гостей. Сегодня Анна Дремова принимала мэра города. Анатолий Пахомов поздравил ее с 8 марта. Вы на самом деле человек очень интересной судьбы. Все-таки родились раньше революции и, по сути дела, прожили вместе с нашей страной все ее периоды. И хорошие, и плохие. Вы и есть как раз настоящий символ русской женщины. И я с председателем городского совета ветеранов хочу вас поздравить с наступающим днем 8 марта. Пожелать здоровья. В честь 70-летия Победы Великой Отечественной глава города вручил сочинской долгожительнице и знак Ордена Великой Победы. Спасибо вам, что за меня подарили своих родственников и дочерей с 8 марта. Следующую встречу наметили на июнь. Летом Анна Васильевна отметит 103 день рождения. Инга Габейша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.